Привет всем думающим, современным людям. Меня зовут Маша, за кадром Алла. Мы обычные люди, и сегодня мы решили перебороть свое стеснение ради восьмого чуда света. И это восьмое чудо света мы открыли несколько лет назад на просторах интернета, и сегодня звезды сошлись наконец таким образом, что преодолев несколько тысяч километров, мы добрались с Аллой, до российской глубинки, а точнее до города с говорящим названием Крязи, Липецкой области. И решили воочию убедиться, а не с экранов, мониторов, что это восьмое чудо света существует. Ты уезжаешь сегодня? Ты уезжаешь. Ты мой красавчик. Меня зовут Силич Валентина Анатольевна. Мне 60 лет. Живу я в Липецкой области, город Грязи. Я военный пенсионер, прапорщик. Подскажите, пожалуйста, сколько лет вашему приюту и как приют появился на свет? Вы вообще планировали, чтобы этот приют появился? Нет, не планировала. Приют возник спонтанно. Я случайно нашла на помойке маленького щенка, который был настолько высохший, что я когда взяла его в руки, я боялась, он рассыпется у меня в руках. Это была лира. Это была моя первая малахматая душа. Потом я нашла еще одного щенка, и третьего, и четвертого. И когда в это начинаешь вникать, ты начинаешь уже просто замечать. И уже когда идешь по улице, ты начинаешь смотреть, где кто лежит. Мы живем, существуем 15 лет. Валентина, скажите, пожалуйста, на данный момент сколько животных вы приютили под собственной крышей? Ну, я думаю, что сейчас их уже за 800. Потому что в последнее время мы забрали очень много малышей со стройки вместе с мамами. Плюс около 200 мы вывезли из тербунов. Это усыпалка для животных? Да, это вот живодерня, усыпалка вот эта оттуда. Обычно нам необходимо, ну, если судя по нашему количеству, нам необходимо минимум 20-25 мешков в сутки. Один мешок стоит полторы тысячи. Плюс мы закупаем сухари, перемешиваем, получается мешок корма, два мешка сухарей. Именно поэтому мы выживаем. Мы оперируем много, очень много искалеченных, очень много покусанных клещами. А это значит капельницы и стационар. Очень много стерилизации. Стерилизация – это наш бич, который нам очень необходим, потому что в месяц мы стерилизуем до 50 животных. Плюс это прививки малышам. Третья статья расходов, как я понимаю, это стройматериалы, инструменты, потому что... Строимся мы постоянно. Потому что сначала вольеры были огромные. Но из-за того, что количество собак растет, нам приходится вольеры сейчас делить на части. Какие стройматериалы вам нужны для вольера? В основном это доски, железо, трубы, профиль. Валентина, скажите, пожалуйста, в теории, какой суммой вы могли бы обходиться для нормального функционирования вашего приюта ежемесячно? Если брать минимально, минимально, и в теории, то минимум миллион. На корм, на медицинское послуживание, помощь. На стройматериалы и инструменты, да? Боюсь, что на этого не хватит. Мы сейчас говорим только о корме и о самом необходимом. То есть это кормежка, это вода, это электроэнергия. И это раб рабочие, которым я плачу мизер. Но мы не собираем и половины. Вот как ни странно, мы живем все время... Мы оплачиваем часть корма, добавляем туда сухари по минималке, когда что удается купить. Там, что удается, когда крупы добавляем, когда добавляем сухари. Ребята, это реальность. И надо смотреть на эту реальность. Вы с собаком устраиваете разгрузочные дни? Да, очень часто мы кормим. Раз в два раза в неделю мы устраиваем разгрузочные дни. Но собаки у нас все равно ухоженные. Может быть, за счет того, что сухари. Жители города грязи, зная ваши проблемы, как-то помогают вам? Как они вообще относятся к происходящему в городе? С одной стороны, я благодарна им за то, что они все эти 15 лет нас терпели. Но любому терпению приходит конец. Сейчас люди собрали подписи и подали заявление в прокуратуру. И я их понимаю. Приколь соответствия выдержит не каждый. Я прекрасно это все понимаю. И несколько лет я обращалась к разным властям. Администрация приезжала ко мне в гости. Осматривали мой приют. Пожали руку. Сказали, что я санитар города. И все. На этом все закончилось. Помощи не было никакой. Ни рубля денег, ни килограмма корма. Липецк был готов дать нам землю. Но эта земля была на территории между грязями и Липецком. А грязи отказались. Мне прислали ответ, что городу грязи приют не нужен. У нас нет спонсоров. У нас нет попечителей. Деньги мы собираем на своем сайте и в соцсетях. Получаешь очень много упреков, очень много унижений. Очень много, естественно, недоверия. Расскажите, пожалуйста, существуют ли варианты решения этой проблемы? Ваше дальнейшее видение, что нужно предпринять, что можно помочь, куда? Мы забронировали землю 2 гектара. Это всего в 150 километрах от Москвы. Но там у меня есть уже команда, команда людей, которые готовы дальше вести и участвовать в жизни моего приюта. Мы благодарим власти Московской области, Чеховского района за то, что эти люди готовы к сотрудничеству, готовы решать проблему бездомных животных в нашей стране. Единственное, конечно, нужно как минимум обнести землю забором, купить бытовку, пробурить скважину и купить электрогенератор. Валь, скажите, пожалуйста, в какую сумму вы планируете вложиться для того, чтобы создать хотя бы минимальные условия для вывоза животных в ближайшие месяцы? У нас вышло в миллион. И мы брали по минимальной цене. Мы брали не кондицию, мы брали не стандарт. То есть мы пытались высчитать самые минимальные затраты. Самые минимальные все равно обходятся в миллион. Миллион рублей. 21 июня назначен суд. После решения суда, скорее всего, мне дадут 2-3 месяца, не больше. Я в этом уверена. Да. Насколько я знаю, судья предварительно сказал вам, что решение не будет вынесено в вашу пользу. Конечно нет. И вам придется перевозить животных в любом случае. Это даже не обсуждается. Это даже не обсуждается. Что случится, если через пару месяцев мы не сможем собрать необходимую сумму для вывоза животных? Что будет с животными? Я смогу спасти только часть. Ту, которую смогу спасти сама. Моя мечта самая большая. Это построить пиют. Построить защиту. Мне 60 лет. Сколько Бог мне еще отпустит, я не знаю. Но я должна успеть. Я должна успеть их спасти. Просто по-дурацки набрать их, чтобы они вот так вот мучились. Это неправильно. Я это прекрасно понимаю. И я не хочу, чтобы они здесь жили. Я по возможности пытаюсь создать им условия. Я их люблю, наверное, ненормально. А может быть, может быть нормально. Может быть, именно и надо быть доброй. Может быть, тогда и мир будет добрее. Ведь сейчас, в то время, в какое мы живем, вы посмотрите, что творится. Мы детей растим на жестокости. А растить их надо на добре. Какое поколение мы вырастим, убивая бездомных? Живодеров, насильников, маньяков. Очень тяжелая тема. И как ее донести? Как сказать, чтобы нас услышали? Как? Да, ну вот попытаемся. Забудьте, пожалуйста, о том, что у вас есть гордость. Ведь попросить для того, кто нуждается, никогда не страшно. Это всегда важно. Понимаете? Никто из нас никогда ничего не просил для себя. Но для тех, кого мы обязаны защитить, попросить не стыдно. Надо вставать и делать. Ребята, зрители. Все, он будет хорошо жить. Да? Мамин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова